Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Украина. Сегодня я Катерина Нестеренко и начинаем говорить о том, что произошло сегодня. Самые яркие и горячие события. Горячо было в Москве с самого утра, а вот в Российской Федерации, в самой столице, во дворе жилого дома, был взорван джип Toyota Land Cruiser. СМИ утверждают, что в машине мог находиться офицер Минобороны России. Но есть, как вы понимаете, и другая версия. Офицер замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Таргашов не имеет отношения к этому автомобилю. Взорвался автомобиль его тезки. Жена Таргашова якобы заявила, что в машине пострадал другой человек. Его журналисты Маргариты Симоньянов, те самые, которые с Russia Today, утверждают, что поговорили с самим Таргашовым. И он якобы заявил, что в момент взрыва был на работе и работал работу. И о новости о взрыве узнал на работе. Так вот, Кремлевский канал опубликовал аудио, как утверждается, разговор с Таргашовым. Однако подтверждений, что на записи говорит именно он, как вы понимаете, нет. Что же произошло на самом деле? Давайте восстановим хронологию событий этого утра, а потом обсудим. Сегодня утром в одном из дворов на севере Москвы прозвучал взрыв. В момент происшествия в автомобиле находились двое – мужчина и женщина. По свидетельству местных жителей, мужчина оторвало ступни. Женщина ранена. Позже станет известно, что подорвали Toyota Land Cruiser, который якобы принадлежит заместителю начальника, передающего радиоцентра воинской части 337-90 в Подмосковье Андрею Таргашову. А женщина, которая была вместе с ним – это якобы его жена Майя. Вскоре появится видео и момент о закладке взрывчатки. До приезда скорой пострадавших из машины вытащили местные жители. Пропагандистские СМИ сообщили, что весь район у дома, где произошел взрыв, сначала перекрыли. Также не работает общественный транспорт. Вскоре движение открыли. В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. В связи с инцидентом, происшедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, говорится в релизе Следственного комитета РФ. Сам Торгашов, которому якобы дозвонился один из прокремлевских каналов, свое присутствие в машине, как и наличие ленд-крузера и проживание в районе, где произошел взрыв, отрицает. Говорит, что информация о его подрыве фейк, а сам он находится на работе. Никогда в жизни не был ленд-крузера и не будет, наверное. Я вас понял. Хорошо будет. Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю. Майя Торгашова сказала журналистам следующее. Муж жив, я жива. Вы же понимаете, что вы сейчас не вовремя звоните, у меня важные звонки. Больше ничего сказать не могу. Позже пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что в машине на севере Москвы взорвали якобы тезку Андрея Торгашова, который также служит в армии, но не имеет отношения к воинской части радиоцентру спутниковой связи в Подмосковье. Создается ситуация, когда российский плебс понимает, что они абсолютно не защищены. Та идеология, которая преподносилась в последние три десятилетия с момента воцарения Путина, а именно, скажем так, информация о защищенности граждан Российской Федерации, она оказалась абсолютным блесом. Спустя некоторое время тезка Андрея Торгашова нашелся. Офицер Андрей Торгашов, которому принадлежит злосчастный лэнд-крузер, работает в штаб-квартире главного управления Генштаба Минобороны ГРУ. Речь идет не только о ликвидации непосредственно высших должностных лиц оккупационной власти, но и проведении успешного характера диверсионных автов. Достаточно вспомнить последний успешный характер подобных операций на Балтийском флоте. Это пожар на, соответственно, российском судне. Причем человека, который осуществил диверсию, его вывели успешно на территорию Украины. А это свидетельство того, что Главное управление разведки Министерства обороны имеет агентурный аппарат непосредственно среди военнослужащих российской армии, в том числе и на территории Российской Федерации. Причастному к закладке бомбы удалось улететь из России в Турцию. Роспропаганда утверждает, что он действовал по заданию украинских спецслужб.